Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Доброе утро. Доброе утро. Последние дни января, впереди февраль. Много премьер, о которых я вам буду тоже рассказывать. Но сегодня у нас в программе гость Улдис Тиренс. Доброе утро. Спасибо, что так рано смог выбраться к нам. С трудом, да. С трудом. Но я даже не знаю, как про тебя правильно сказать. Журналист? Нет, нет, журналист точно нет. Писатель, переводчик, философ. Ну да, это какой-то все-таки. Исследователь каких-то исторических, философских произведений. Нет, почему только произведений. Тогда больше можно сказать антрополог. Вот. Мы нашли хорошее слово. Полгода в Тувей занимался и Монголией, так что, пожалуйста. Можно. Можно. Тогда мы все отбрасываем и оставляем только слово антрополог, но при этом еще и режиссер. Есть опыт в театре работы. Да, смешно даже, да. Но есть хороший, интересный. И любитель театра при этом. Что редкость обычно? Бывают люди, которые работают в театре, в другие театры мало ходят. Женя, здесь нужно уточнить. Я такой, ну как бы, зритель, которому очень много чего не нравится. Но при этом и нравится. Ценитель. Мне нравится то, что, как правило, в театре нет. Ага. Но я все время иду в надежде. Что ты это увидишь. Да, да. Ну хорошо. Но мы договорились о том, что мы поговорим именно сегодня о том, какой театр тебя привлекает. Да. Какой театр тебя интересует. Потому что я знаю, что ты ездишь и в Петербург, и в Москву. Да. Периодически выезжаешь. Да. Для того, чтобы быть в курсе тех событий, которые там происходят. И в том числе, ходишь в театр. Обязательно. Это как бы обязательная программа в Питере и в Москве. И я знаю, что ты осенью был. Я был несколько раз, безусловно. И я хотел сказать, когда я еду в Европу, я тоже еду в театр. Но там трудно, если ты не специально не едешь, трудно попасть. Но я хотел начать с другого. Давай. Я хотел поздравить тебя с днем рождения Александра Майсовича Пятигорского. У него сегодня 91 год. Так мы, значит, не зря сегодня встречаемся. Да, не зря. И дело в том, что у меня была идея прошлым летом, когда она появилась, объединить свое, так сказать, творчество, извиняюсь за это слово, объединить метод Брехта с философией Пятигорского. Если мы философией Пятигорского называем наблюдательной философией, а метод Брехта очень условно называем метод отчуждения, отстранения, извиняюсь, отстранения. Ну да, это одинаковое слово почти. Эндфрэмдунг, да. Эндфрэмдунг по-немецки, это вот как бы намек, что вот это объединение и есть тот триггер, который я ищу в театре и зачастую не нахожу. То есть я, с одной стороны, на ауторитет, ну, может быть, кому-то уже не ауторитет Брехта, а с другой стороны, с философской на ауторитет Пятигорского. И сразу скажу, и мы сразу можем перейти к более конкретным вещам, что этот интерес связан с тем, что я вижу, что на сцене не изображение, а на сцене некоторое раздвоение, раздвоение, которое идёт за счёт того, что всё время те, которые играют, очень хорошо знают, что они играют, но при полной концентрации на образе. И как это соединить, вот это, с одной стороны, вот такую игривость, как метод наблюдения над собой, и, с другой стороны, вхождение в образ, это я не понимаю. И практически нет театров, которые в состоянии это сделать, кроме одного. Совсем малюсенького, московского театра, около, на Вознесенском переулке. В самом центре Москвы, да? Да. Который руководит гениальный Юрий Николаевич Погребничек. Я даже не знаю, знают ли наши слушатели это имя, потому что театр действительно очень маленький. Стыд, стыд, стыд. Да, и на самом деле и в Москве это очень мало кто про него знает. И это на самом деле очень интересный, мне кажется, факт, когда человек меняет театр, всерьёз меняет театральное изгустство. Да, да. И об этом знает даже не очень большая часть самого театрального сообщества. Ну, это характеризует тот способ, каким существует театр в настоящее время. Это зрелищность, это медиа и тому подобное. Всё то, чего нет у этого небольшого театра. И при этом я не любитель вот таких погребов и маленьких театров. Уже с советского времени они не нравятся мне. Ну, вот этот, он меня просто зацепил. И когда я начинал разбираться в своих же впечатлениях, я понял, что они делают то, что никто не в состоянии. Это предельная концентрация. И при этом всё время такое отстранение от этого образа. Ну, то есть, как бы ты видишь, ну, у тебя почти что двоится. Ты видишь персонаж, да, ты видишь персонаж и понимаешь, что он существует. Да, Левинский, вот три мушкотёры, как не смотрю. Алексей Левинский режиссёр. Да, он там играет, он же и актёр. И он говорит, я умираю. И тут он делает вот такой этит по Мейерхольду небольшой. Вот такой, тогда он падает очень красиво, и все там женщины, ах, и тогда он как бы поднимается. Нет, не получается. Умираю ещё раз. И падает уже. И это не кажется капустником, а кажется, ну, так и нужно. Это же правильно. Так, в общем, и умирают люди. Но я хочу сказать, что Алексей Левинский, один из немногих специалистов по биомеханике Мейерхольда, очень востребованный преподаватель во всём мире, очень много работает, путешествует, ездит, но при этом вот работает в этом небольшом театре. Да, ну, он один из первых, он поставил практически первый Беккета на советской сцене. Это ещё в 70-е, он сын руководителя, тогда руководителя театра сатиры, и отец ему позволил поставить. И там как-то очень секретно шёл, ну, просто ожидая года. И он до тех пор, вот этот человек, который я с ним разговаривал и приглашал в Ригу, вот в нём всё о театре, он вообще никак иначе не думает. Да, Алексей Левинский, он просто, его нельзя оттуда вытащить. Ну, как бы, он не может существовать то, что ты говоришь, он не может отстраниться от театра. И как анекдот могу рассказать, что он уже был такой, как бы, длинными волосами, очень такой странный. И в театре он говорит, я прихожу в театр где-то играть, смотрит на меня от режиссера. Ну, он говорит, ну, вот волосы нужно будет постричь. И тут я поднимаюсь и ухожу, я понимаю, ничего не будет. А вот с Юрием Николаевичем у него получилось вот такое, ну, и он играет прекрасно. Например, он играет Алису. Ну, то есть он замещает маленькую девушку на сцене, и он всё время сидит, иногда крутит там палочку, и он просто замечательный. Хорошо, мы можем перейти уже более конкретно. Ну, это как раз к тому вопросу про отстранение, потому что ты понимаешь, что образ, он не обязательно должен, как бы, физически соответствовать тому, что мы себе представляем. Да, да. Это работа ума и работа восприятия. Это, безусловно, актёры, которые... Ну, я бы не сказал, что у Погребничка только очень неумные актёры. Я извиняюсь перед всеми актёрами света. Они не должны быть не такими, не нам судить. Но они точно знают что-то такое и умеют что-то такое, что не умеют многие другие актёры. И это я иначе не могу называть, как, когда они выходят на сцену, они в состоянии сконцентрироваться. Не в том смысле, вот как мне сыграть вот того или иного персонажа, в смысле, как, вот как, я даже не знаю, ну, ты читала книжку «Станиславский йога»? Нет, это нет. Ну, вот она недавно вышла, и что-то там есть такое. Ну, вот как бы они там и не там. Сразу в нескольких... Да, да, и ты смотришь, и сразу... В позициях. И выходят такие люди, они просто приковывают взгляд. Ты уже не можешь... Можно я тебя спрошу ещё про один театр московский, который я очень люблю и который мне тоже, кажется, мало оценён ну, как бы так, в широкой аудитории? Это театр «Тень», который делают Майя Краснопольская и Фильбол. Скажи мне, пожалуйста, ты посмотрел там Лиликанский театр или что-то ещё. Нет, я посмотрю... Лиликанский театр, извините, это такой маленький, как, ну, как, макет театра, в котором существуют маленькие-маленькие фигурки людей. Да, это... Там есть и зрители, и актёры, и в нём всегда принимает участие какой-то очень известный приглашённый персонаж, настоящий, живой. Вот там, например, когда-то играла нога Цискоридзе много-много лет назад. Такой был спектакль, когда на сцене была только нога. Нет, нам только показали его. Ну, то есть, потом в Элиту, да, и показали. И я увидел такой более концептуальный проект, где просто показывались, ну, условно говоря, кино, где ты должен вообразить то, что же там происходит. Ну, сам выстроить всё. А я не любитель концептуализма. А, то есть, ты не увидел того театра, который у них... А вот этот маленький, я бы очень хотел... Нет, ну, а мне вообще не важно, как это называется, только чтобы было очень-очень, ну, интересно. Потому что вот, когда я работала в Департаменте культуры Москвы, мы вместе с ними, вернее как, они ко мне пришли и предложили сделать такую историю. Мы тогда развивали общественные территории в Москве. Это был период, когда начали работать парки, когда театры вышли на улицу, когда город поддерживал вот эти публичные выступления, когда придумывались путешествия, экскурсии, демонстрации театральные. Ну, в общем, было много всего очень интересного в открытых пространствах. И они пришли ко мне и предложили такую историю, которая называется «Скорая кукольная помощь». Они купили микроавтобус, в котором они играли спектакли. Они ездили с места на место, открывали двери микроавтобуса, запускали туда 5-6 детей, которые хотели посмотреть спектакль. И это был вот этот маленький театр на пятерых, который, в общем, можно потрогать руками. И мне кажется, что это очень красивая история для театра, который действительно работает с куклами. И вот таким образом... Я должен признаться, что я из тех людей, которые страшно любят репетиции. Больше, чем результат? Ну, да, вообще-то больше, да. Вообще-то больше. Результат, конечно, может удивить и как-то всё это вот так вот. Но репетиций в таком театре не бывает. Вот в таком, который на улицах и там подобное. То есть, ну, они договариваются, они могут, но они же не могут предвидеть все обстоятельства. И они играют с пространством, с ситуацией, с людьми и там подобное, что очень здорово. Это такие генералы по управлению театральной армией, понимаешь, что происходит на улице. Да, но с другой стороны, я опять ссылаюсь на моего любимого Юрия Николаевича Погребничка, который говорит, городу хорошо, если в театре идёт репетиция. И это таинственная фраза, о которой он очень смешно объясняет. Ну, как, ну вот те люди, которые репетируют, они не занимаются какой-то ерундой. Они просто… Предели. Да, предели. Вот они вот там вечером тихо что-то делают. И вот как бы территория такая, где репетируют, она спокойная, хорошая территория. Но это шутка, потому что понятно, что происходит что-то удивительное, репетиции. И если бы не было репетиции, я фиг бы этим театром занимался вообще. Поскольку то, что происходит актёрами и мною, или между актёрами и мной, репетиции, это вам, ну, я не знаю. Ну, не надо, это театральные секреты, не надо рассказывать. Нет, ну, какие-то секреты, я даже не знаю, что там происходит. Вот это трудно описать, поэтому это и есть секреты. Но это и есть то, что задевает так, что ты уже не можешь отойти от этого. Да, из этого очень потом, поэтому говорят, кто был в театре, кто как-то в него попал, участвовал в этом процессе, то лучше ты, конечно, ничего в жизни нет на самом деле. На самом деле нет. Я после того, как я, так сказать, откусил, я начал думать наоборот, что та жизнь, которую мы можем представить себе, там, разъезжая, там, встречаясь, любляясь и там подобное, только очень влеклое отражение того, что делает театр. То есть настоящая жизнь для меня театр, а здесь лишь тень. Ну, ты же понимаешь, что ты сейчас повторяешь просто буквально монолог прекрасной Ви Артман из старого фильма телевизионного театра, где она это говорит, что вы все там, не настоящие, а настоящие только я. Я это забыл, да, но это нужно пересмотреть, я полностью согласен, потому что, ну, я не буду здесь разворачивать философию, но если вообще она у меня есть, то уж точно один из постулатов моей философии, что естественных людей естественная жизнь не бывает. она искусственна, и человек становится человеком тогда, когда он занимается искусством, в том смысле создает что-то. И театр, конечно, здесь, ну, как бы прообраз вообще того, чем может быть человек. Ну, создание мира. Полностью, полностью, да, и сознание человека, собственно говоря, эти, ты же знаешь актеров, они вот такие люди, да, ну, всякие. А когда они приходят в театр, что происходит? Вот тот мелкий какой-то серый, там, мишка, да, мишка, да, вдруг. Ну, вот посмотри на изумительную актрису Мария Смоленская, да, Смолянская. А, которая приезжала сейчас, сыграла спектакль Анна Харенина. Да, которая Сережа, Анна Харенина, да. Ой, ну да, Сережа. Это, ну, она такая, мишка, если ты так посмотришь, что происходит на сцене, это... Откуда силы на все на это? Да, ну, вообще, эти две спектакли, которые я видел Кримова, вот здесь Сережа и Москве Муму, это все держится только и единственное на ней. Ну, у него до этого была другая актриса, я сейчас, к сожалению, тоже не вспомню имени, которая для меня, например, была просто невероятным каким-то открытием когда-то. И для меня любимый спектакль – это опус номер 7, посвященный Шостаковичу, где она играла этого маленького непонятного человека в огромном костюме. Ну, у меня такое чувство, что Дмитрий Кримов умеет создавать актрис, или же умеет оценивать, поскольку я смотрел все, что я смог у Кримова, всегда там есть одна или несколько актрис, которые играют, ну, изумительно хорошо. Ну, что-то невообразимое. Да, да, да. И, к сожалению, я практически не могу, например, представить Латвию, ну, как бы они играют другой традиции, другой какой-то. Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, есть актрисы, и я для себя очень много сейчас открыла за последний год. Но я хочу сейчас, так как мы упомянули создание миров, то сейчас вот у нас есть немножко еще времени поговорить о том, что буквально там 10 дней назад, даже меньше недели назад, были показаны спектакли «Аутсайд» Кирилла Серебрянина, которые ты посмотрел. Да. А до этого ты посмотрел его первый спектакль, в котором он попробовал эти приемы использовать на сцене. Это «Машина Мюллер» в Москве, да? по текстам Хайнера Мюллера и немецкого драматурга, который работал в постдраматическом уже формате описания текстов. Да, да, да. И вот этот «Аутсайд», для меня, например, этот спектакль именно про создание миров. Ты знаешь, здесь, ну, мне бы и хотелось с тобой согласиться, но во всех этих случаях, особенно «Машине Мюллер» меньше здесь, мне, ну, мешает что-то, ну, как бы я буду сказать, буду говорить, что это непопулярное, мне мешает тематика. А именно, не в том смысле, она может быть любое, абсолютно любое, но я вообще не люблю тематический театр. Я не люблю социальный театр, я не люблю проблемный театр, я не люблю, когда театр про что-то и должен что-то нам рассказывать, хоть бы это была личная история. Но Кирилл как раз очень... Я видел здесь, вот в «Аутсайде», я видел, вот и мне понравилась все время вот такая игра, которая благодаря вот этому замечательному актеру американскому, да, и мне очень понравился и тот, который китайского играл, да. И Евгений Сангаджиев, да, его студент. Но для меня, ну, как бы, ну, таким ударной точкой, как ни странно, было даже не это. А замечательная история про, может быть, Серебренникова сам написал про, или если придумал актер, про балерину с жопой. А. Я просто... Ну, это же был период, когда Кирилл делал работу в Большом театре. Это мне так понравилось, и тут я... И как это было здорово сделано, про внутренний прыжок, и там, ну, безусловно, этот иронический прием. Ну, он же был и такой, ну, вот это мне понравилось очень. А прямое высказывание я не люблю, прямых высказываний. Но ты понимаешь, что все три героя, вот эти все три героя, китайский фотограф, альтер-эго, которое, как бы, мы подразумеваем, что это вот целый герой, и этот танцор, это все разные постаси одного и того же Кирилла Слебренникова, естественно. Безусловно, безусловно. И он тот же самый человек, который не может совершить этот внутренний прыжок иногда. Этим, с этим, от этого, ну, как бы, это переживают в своей жизни. Это очень личные истории. Мне кажется, что спектакль, ну, как бы, не был цельным, а было вот такие много историй, которые рассказываются в одном пространстве, в одно время, и поэтому, ну, как бы, ты так немножко... Ну, что самое, ну, немножко не можешь... Успеть за всем? Да, именно. Но это даже не важно, потому что одно было все равно. Даже тогда, когда что-то не нравится, это не успевает надоедать, и все время у тебя довольно хорошее такое, ну, чувство. И я считаю, что человеку должно быть хорошо на театре. Хорошее чувство, вот какого-то... Я буду говорить какое-то банальное слово. Хорошее чувство, чудо – это то, что нужно театру. Ну, то есть, в театре нужно, будь он трагический, будь он смешной, комедийный, будь он драматический или постдраматический, да, музыкальный или безмолвный. Ты хотел бы, чтобы в театре ты уходил с каким-то хорошим чувством? Абсолютно, потому что я не верю, что театр, так же, как никакое неискусство, что оно изменяет человека, например. Я в это не верю. Я не думаю, что человек после театра должен идти, так сказать, и на улицу, и разбивать что-то, или... И копать, копать траншеи. Да, именно, да. Это советский подход. Я абсолютно в этом не убежден. И когда я прочёл, и до сих пор не понимаю, почему он так написал у Брехта, что он в русском переводе, там написано, что театр должен развлекать. Это Брехт. Я посмотрел специально немецкий. По-немецки это амюзирен. Амюзировать должен театр. Это Брехт, который при этом говорит, что чисто социалистические вещи, что он должен образовать человека, воспитывать и тому подобное. Но я больше верю, вот это амюзирен и развлекать, чем... Ну, мне кажется, что театр тем и прекрасен, что он может выполнять массу разных функций. Это да. Он цепляет человека либо с одной стороны, либо с другой. Но то, что он должен быть интересный... Ну, да. Без этого никак нельзя. Это абсолютно. Если театр скучный, то все остальные функции умирают сразу. Ну, а что я могу тебе... Не могу не возразить, поскольку я полностью, окончательно согласен. Он должен быть... Развлечение в том смысле, что он должен тебя заинтересовать. Да. Высказывание Брехта требует интерпретации, поскольку, безусловно, когда мы слышим развлекательный театр, мы думаем о мюзиках и о каких-то совершенно... Ну, это очень прямая трактовка. Да. Но если мы думаем о том, что же должно быть, то я бы и ответил тебе. А должно быть то, что... И это, собственно, мой ответ... Я не знаю. Но тем, например, умным режиссёром, который театр превращает в способ перевоспитания себя и актёров, и делает из театра прямо-таки какое-то занятие по йоге и тому подобное. Ну, вот как Гротовский. И где зритель уже не нужен, собственно говоря. Потому что не об этом это. Это же идёт речь о великом преобразовании. Театр, который общается сюда, а не сюда. Именно. Я как бы верю, это уже вопрос с верой, поскольку, когда я смотрю театр, который мне нравится, я вижу, что в нём огромную роль играет зритель. Да, конечно. И зритель в том смысле, что, ну, если мы схематически это изображаем, то актёры проигрывают только половину. А всё остальное происходит в головах зрителей. Совершенно верно. И без них, и актёры при этом, об этом даже мы можем не говорить, они же чувствуют. И если там сидит стена, у него не получается. Он даже не знает, что не получается, но не получается. И театр происходит как бы на стыке этого. Конечно. Театр происходит только тогда, когда актёры начинают взаимодействовать с зрительным залом. Совершенно верно. Поэтому катастрофа всех, кто делает спектакли. Ну, катастрофа в том смысле, что дальше уже это неуправляемый процесс. Режиссёр может придумать, драматург написать, кто угодно что сделает. Но дальше актёр выходит на сцену. И всё зависит только от него и от того, что он чувствует с этим зрителем, который сегодня сидит в зале. Ну, ты, знаешь, я больше сказал бы, потому что я начал с того, что когда я смотрю на актёров «Погребничка», я чувствую, что там есть присутствие другого. Они как бы создают искусственное тело. Ну, может, это звучит как-то странно, но от зрителя нужно ровно то же. И вот они вместе, актёры и зрители, они создают то, чего никогда не было. И больше никогда не будет. И больше никогда не будет. Потому что это моменты. Потому что это кончится после этого момента. Это и есть то, чего, например, нет в кино. И, ну, собственно, я не знаю другого искусства, где это есть. Ну, в кино это чуть-чуть есть. Знаешь, почему? Он не зависит от зрителя. Да, он не отражает зрителя. Но всё равно в зрительном зале, в кино возникает некая вот эта вот субстанция тоже. Ну, это уже старые времена, поскольку сейчас… Ты будешь сидеть в зале, где все жуют попкорн, или ты будешь сидеть в зале, где, наоборот, все ссоедарно смотрят в кино? Да, я уже не хочу просто дома смотреть. Это будет раз… Вот, и дома тоже будет раз другая реакция, потому что тебя всё равно подпитывает человек, сидящий рядом. Я хочу сказать, что… Спасибо, извини, у нас программа не очень длинная. Именно для того, чтобы мы потом могли ещё раз встретиться и что-нибудь ещё поговорить с тобой об этом. Приходите смотреть спектакли Улдиса. А, да, пожалуйста. «Елочку Ленина», последнюю «Елочку Ленина» и «Обманутую». Обманутая не идёт, поскольку актёр себя покалечил. Да-да-да, молодой человек. Да, он не может. Замечательный актёр. Да. И, ну, осенью поставим ещё что-нибудь. Хорошо. Следите за спектаклями. Пробуйте найти там это чудо, о котором мы сегодня говорили. И вообще ходите в театр. И премьера на днях в Рижском и Русском театре Влада Наставшего, о котором мы с ним говорили. И потом ещё тоже поговорим. Это я вот вам напоминаю, чтобы вы не пропустили пять песен по памяти. Спасибо. Спасибо большое, Владислав.